Дмитрий, а у вас все хорошо? Расскажите, цветочки видели сегодня? Вы сейчас прям... Конечно, я понимаю, что это шутка. Нет, это не шутка. Слушайте, ну поделитесь этим опытом. С медициной не задалось, ну, значит, двигаться дальше. Давайте мы сделаем так, мы ограничим сейчас время этого рассказа ровно до трех минут. Вы сможете за три минуты рассмотреть? Нет, конечно. Расскажите про молодых врачей, чего они сейчас хотят? Ну, денег и славы. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Лукьянов, это медиа-канал Муир. И перед тем, как мы начнем наше интервью с сегодняшним героем, я хочу авансом поблагодарить этого человека. Почему, вы спросите меня? Да просто потому, что наш приезд сюда был максимально комфортным и органичным. То есть Николай Алексеевич прислал нам не только подробнейшую схему, как добраться, как пройти по территории, как найти его кабинет и все это в тексте. Николай Алексеевич предложил нам те темы для разговора, которые его действительно беспокоят. И вот об этом всем и еще немножечко другом мы сегодня поговорим с Николаем Алексеевичем Таловым, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением сердечно-сосудистой хирургии ЧУС, ЦКБ, РЖД, Медицина. Николай Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, можно? Можно, конечно. Прекрасно. Еще один маленький анонс. Мы с большой радостью приезжаем к профессиональным докторам. Нам не настолько важно, в какой степени звания вы, кандидат, доктор, профессор. Мы хотим выразить свое личное уважение человеку-доктору. Поэтому в любой момент вы можете нам написать, предложить для интервью, для некого, может быть, репортажа. Мы обязательно приедем и обязательно же поговорим на те темы, которые вас волнуют, на те темы, которыми вы хотите поделиться. А сейчас мы возвращаемся к Николаю Талову. Итак, те темы, которые вы нам предложили, я их озвучу. Обучение в медицине, путь врача, путь хирурга. Эмоциональное выгорание врача, социальные последствия. Как найти своего врача пациенту. По-моему, очень важно. Медицина в постковидное время, нас всех это крайне беспокоит. И высокотехнологичная помощь, ожидания, фантазии и реальная клиническая практика. Вот тот основной костяк, по которому мы с вами пройдемся. Значит, смотрите, вы закончили совсем не медицинский вуз. Вы закончили РУДН по направлению лечебное дело. Да, но в медицинском все равно у нас в РУДН был медицинский факультет. В настоящее время медицинский факультет вырос до медицинского института в рамках РУДНа. Ну, я думаю, что никого не удивит, что в МГУ есть медицинский факультет. Что на немедицинские специальности можно получить и во втором медиа, и в третьем медиа такое тоже возможно. То есть это, ну, никоим образом не, скажем так, не умаляет возможности и, в общем-то, получения образования. И, как показывает практика, сам по себе вуз, он, в общем-то, дает какие-то базисные, да, знания, базисный старт. И для всех, для любого вуза, который располагает возможность выпускать врачей, у них должна быть, что самое главное, клинические базы, на которых будущий врач уже, в общем-то, получает клинические дисциплины в том числе. Как-то так. Нам повезло бы второй человек, который закончил данное учебное заведение, а также главный врач Лапина-4. Мы также разговаривали, она отвечала полностью за ковидную составляющую Лапина конкретно. Это было очень интересно. Такая же молодая, такая же с горячими глазами, хорошо говорящая. Обязательно посмотрите интервью на нашем канале. Итак, сердечно-сосудистая хирургия. Как вы пришли к этой профессии? Давайте немножечко тоже поговорим о том, что сердечно-сосудистая хирургия – это общий такой, в общем-то, собирательный термин. И в настоящий момент в номенклатурах наших специальностей сердечно-сосудистой хирургии не отделяется хирургия сосудов и кардиохирургия. Это всё делает специалист с одним и тем же направлением деятельности документально. Но на самом деле кардиохирург, он, как правило, занимается кардиохирургией, и он физически может и технически выполнить периферические операции на сосудах. Но я встречал такое редко, потому что кардиохирург, если он работает кардиохирургией, занимается, ему уже, честно говоря, не до периферии точно. То есть он полностью погружён на этой проблеме. Мы, ну, можно сказать наоборот, мы занимаемся периферическими сосудами. Кардиохирургией мы не занимаемся, то есть этих пациентов мы не берём, мы с ними не работаем. У нас есть определённый пул пациентов, которых мы берём с нарушением ритма сердца, в отделении кардиологии у нас берутся пациенты для эндоскулярных вмешательств. Но вот какие-то открытые операции там, клапаны у нас не проводятся, но при этом у нас достаточно широкий спектр именно проводятся операции по периферической артерии, начиная с аорты, заканчивая там, не знаю, венами и так далее. Здесь какой момент? Вы говорите, как прийти в эту специальность? Как я в это пришёл? Ну, я вообще хотел быть врачом экстренной хирургии. Вот мне вот прям это всё нравилось, интересовало, и меня прям вообще терял волю. И сейчас такая есть поговорка, что все студенты на первом курсе хотят стать врачом-хирургом скорой медицинской помощи, а к окончанию вуза хотят стать специалистом по левой ноздре. Вот, ну это нормальная история. У меня получилось так, что в процессе обучения у меня была кафедра, кстати, в Рудуэне госпитальной хирургии, причём там, ну, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. Единственное, я вот по срокам не думаю, что маловато, что два года. Но у нас была и травматология, и хирургия общая, и гнохирургия гнойной, и даже хирургия детская, и сосудистая хирургия, и кардиохирургия, и ещё, по-моему, что-то, что я забыл, по-моему, гинекология ещё была, да, но имеется в виду, что и как бы врач, который проходил это обучение на этой кафедре за два года, он не варился в одном отделении все два года, а мы путешествовали, мы переходили из одного в другое. Это достаточно хорошо мобилизовало обучающегося, и мне, например, помогло то, что я до поступления в ординатуру у меня был хирургический опыт. Я в районной больнице дежурил студентом, я самостоятельно выполнял какие-то операции под присмотром старшего товарища, но я надеюсь, понятно, что в районной больнице этому с этим проще. Даже более того, когда я сам попал туда ребёнком ещё, ну, там, в качестве пациента, меня оперировал студент. Ну, ничего, мы до сих пор общаемся, дружим семьями с этим студентом. Никто ни на кого не обидит. Нет, абсолютно, я наоборот, мне было, прям, было наоборот даже хорошо, приятно, человек с горящими глазами, так же с умелыми руками, всё нормально, всё получилось. Вот, а к сосудистой хирургии именно пришёл на кафедре, то есть у меня действительно, я столкнулся, столкнулся, наверное, всё-таки, в первую очередь, не само направление сосудистой хирурги, меня заинтересовали люди, люди, с которыми я тоже поддерживаю связь до сих пор, люди, которые мне помогли встать на крыло как специалисту, люди, которые мне помогли действительно получить интерес в этой специальности определённой медицинской, потому что нет такого понятия общая хирургия, есть специальность, да, но она включается и там, и гипотологию, и там какие-то там гернеологию, кто там погрыжем, кто специалисты, это очень, ну, большой, скажем так, широкое направление. Так же и в кардиохирургии, кто-то занимается больше такими видами операций, кто-то другими, кто-то, например, специализируется на таких узких направлениях, что вообще других там специалистов не сыщешь, там, днём с огнём. Вот, а здесь мне получилось познакомиться с людьми, с которыми мне было интересно работать, с которыми мне было интересно двигаться вперёд, в общем-то, и с которыми, ну, так получилось, здесь, конечно, и случай был определённый, что я остался именно и занимаюсь именно этим направлением. Так почему, Николай Алексеевич, Талов стал сосудистым хирургом? Случай, я вам прямо скажу случай, потому что к моменту, ну, я закончил ординатуру, и на тот момент я понимал, что врач со специализацией, общей хирургой у меня тогда была специализация, он навряд ли найдёт себе работу, тем более в стационаре. Ну, в поликлинике для молодого боевого товарища, доктора, это не очень хороший вариант. Я понимал, что мне нужно оперировать, мне нужно набираться опыта, и мне нужно заниматься хирургией именно. Я решил поступить в аспирантуру, и меня приняли, всё успешно, всё удачно, я сдал экзамены, обсудили тему научной диссертации, и, в общем-то, действительно, я стал заниматься в аспирантуре по специальности сосудистой хирургии. Параллельно я работал, опять-таки, уже в другой районной больнице для того, чтобы быть мобилизованным, для того, чтобы быть постоянно, крутиться вот в экстренной хирургии в том числе. И к моменту окончания аспирантуры, ну, так получилось, что да, я защитился, всё успешно, всё замечательно, всё в срок, всё получилось, но получилось, что опять у меня не вышло куда-то трудоустроиться. Я понял, что у меня, в общем-то, нет тоже точки приложения, куда мне пойти работать с сосудистым хирургом. Окей, хорошо, для меня эта проблема не возникла, я устроился в городской стационар, вот, обычным хирургом, экстренной помощи, но я выгорел месяцев за 9. Вот, тут масса, может быть, причин, и, в первую очередь, наверное, моя неподготовленность к тому, что я могу выгореть, я не понимал, что это может произойти. И через 9 месяцев я понял, что я буду уходить вообще из медицины, я понял, что я буду закрывать вопрос своей хирургической практики, мне нужно заниматься чем-то ещё, там у меня уже была семья, мне надо было, думаю, ну, буду зарабатывать деньги, как все делают нормальные умные люди, зачем это мне всё надо. Вы сейчас прям, конечно, я понимаю, что это шутка. Нет, это не шутка. Ну, что значит умные, то есть врачи или педагоги, которые не зарабатывают деньги, они, значит, не умные? Ну, конечно, хорошо, конечно. Вот, я понял, что надо, в общем-то, дальше двигаться мне, то есть с медициной не задалось, ну, значит, двигаться дальше. И тут мой научный руководитель говорит, звонит мне, как дела? Я говорю, да нормально, вот уволился, ищу работу, не знаю, медпредом, понимаете, да? Вот, охотно тогда брали клинка в фармкомпании спокойно такого бойца. Он говорит, о, прекрасно, слушай, значит, ты сейчас бездельничаешь. Слушай, сходи-ка на собеседование там к одному моему товарищу. Ну, тебя ж не убудет сходить на собеседование? Я говорю, нет, не убудет. И в итоге сходил на собеседование. Это была как раз центральная клиническая больница РЖД на Волоколамке. Мы пообщались, и было принято решение, что, ну, мой научный руководитель, видимо, приложил к этому усилию, я, честно говоря, не очень знаю, но, тем не менее, мы пообщались и решили, что я, что мы будем развивать сосудистую хирурги на базе общей хирургии. Вот, и, в общем-то, с этого момента и пошло. То есть мы начали какие-то не очень сложные вопросы сначала ставить на поток, потом что-то стали делать посложнее, опять-таки я спокойно мог располагать возможности помощи своих старших товарищей. Ко мне мои учителя приезжали на операции, помогали мне проводить их. Вот, таким образом мы поставили на поток именно различного уровня сложности операции. Мы дополнительно формировали материальную базу, все, в общем-то, шло своим чередом, и, в общем-то, я понял, зачем все это нужно было, и нужно было открыть отделение. И я им стал руководить. Вот так, в общем-то, и... Вот здесь? Нет, не здесь, еще там. Еще там, в Волководке. Потом, в общем-то, меня пригласили уже работать сюда. Опять-таки, тоже здесь работают отличные эдоскулярные специалисты, и, в общем-то, здесь надо было тоже двигаться вперед, двигаться дальше. И я принял решение, что мы будем переходить сюда, и действительно это принесло свои плоды расширения клинической базы, расширения практики, расширения возможностей. Я не ответил на ваш вопрос? Нет, нет, нет. Вы близки, сейчас я хотел вот что-то спросить. То есть, правильно я понимаю, что в РЖД-медицина, в частном медицинском учреждении, с вас началась сосудистая хирургия? Не совсем так. Не совсем так. То есть, сосудистая хирургия, она имеет богатую историю. Дело в том, что сама по себе клиника РЖД, вообще, она, в общем-то, с момента вот этого создания ведомственных, формирования ведомств, открытия ведомственных учреждений. Я даже записал, 15 августа 1937 года из приказа номер 209 наркома путей сообщений Кагановича, вновь выстроенную в Москве больницу западной железной дороги организовать как центральную клиническую больницу для оказания высококвалифицированной больничной помощи не только работникам дороги, но и рабочим и служащим железнодорожного транспорта всего Советского Союза, нуждающимся в серьезной консультации и вмешательстве крупных медицинских сил. 1937 год. Дмитрий, спасибо вам такую справку, это реально здорово, потому что мне как-то, я думаю, что в архивах точно эти документы есть, я думаю, что вы их взяли из открытых источников, но, в общем-то, наверное, это вообще отлично, правильно? Вот сосудистая хирургия как таковая, она существует достаточно давно, она существовала на этой базе, она существовала на базах, которых сейчас уже, к сожалению, нет, она существовала и существует там, где я раньше работал, то есть базы как таковые, они есть и сосудистая хирургия существовала. Просто в то время, в том месте был нужен человек, который что-то будет делать, может быть, по-другому, может быть, иначе. Я не знаю всей подоплеки, поэтому говорю, что его величество случаев. Ну, допустим, да. Вот когда врач говорит про его величество случаев, это даже не настолько эффектно, как товарищ генерал, как у него МВД идет гадалки, но все-таки. Скажите, пожалуйста, Николай, вот смотрите, есть специалист, который закончил лечебное отделение РУДН, прошел аспирантуру. Вдруг, каким-то образом, случайно он оказывается в частном учебном учреждении и становится одним из ведущих специалистов по конкретной сосудистой хирургии. Как вы думаете, вот тот руководитель, который вас приглашал на место, что он вас увидел? Почему он вам сделал такое предложение? Помимо того, что ваш научный руководитель мог походотайствовать. Я не знаю. Я думаю, что это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, потому что с этим вопросом сталкиваюсь периодически я сам, работая руководителем отделения. То есть в работу, я сейчас поясню, что я имею в виду, работа руководителя отделения – это отчасти и кадровая работа. И здесь эта работа очень тонкая. То есть нужно увидеть в специалисте, который к тебе приходит, не только классного специалиста, как врача, не только блестящего теоретика, как ученого, не только блестящего хирурга, как, может быть, практика, как ремесленника, а нужно увидеть именно того человека, который нужен тебе, с которым будет комфортно работать, с которым будет комфортно работать твоим сотрудникам. Слушайте, ну поделитесь от опыта. Может быть, наша целевая аудитория – это исключительно врачи. Мы надеемся на это, в том числе главные врачи, заведующие отделениями, кадровики. Поделитесь, пожалуйста, тем набором инструментариев, которые вы пользуетесь при формировании своей команды. Кто вам сказал, что у меня удачный опыт набора такой команды? А я не сказал, что он удачный, я сказал, что вы пользуетесь. Вот, действительно, я еще раз, понимаете, вот я хочу закончить мысль, о которой начал, потому что, мне кажется, это важно. Потому что грамотный руководитель это должен уметь. Действительно, некоторые, некоторые отличные руководители, я считаю, они ищут уже готового специалиста, но все равно его нужно адаптировать под те условия, которые есть. И здесь, скажем так, есть определенный набор критериев, он очень расплывчатый для каждой конкретной ситуации. Я думаю, каждый руководитель до конца даже не может понять, что ему нужно. Конечно, идеальный сотрудник – это который 24 часа в сутки работает, не задает лишних вопросов, не требует зарплату, и, в общем-то, отлично справляется со своими обязанностями, не приносит никаких проблем руководству. Но, но всегда бывает такое «но». Понимаете? Это как на приеме психолога, когда женщина приходит к психологу и говорит, вы знаете, мой муж, он отличный любовник, он отлично зарабатывает, он, значит, прекрасный семьянин, отлично ладит с детьми, проводит много времени. Но вот что тебе не так? Вот понимаете, вот примерно что-то здесь всегда и происходит и с сотрудником. Что-то может пойти не так. Все-таки предлагаю вот от обсуждения проблем, которых миллионы, все-таки как вы поделитесь этим своим опытом? Здесь, наверное, человек должен, кроме действующего набора необходимых навыков, знаний и квалификации, должен обладать стремлением получать новые, не останавливаться. Это раз, это очень важно. Он должен уметь, как ни странно, сопереживать, он должен уметь ловить концепцию развития того учреждения, того коллектива, куда он приходит, а это ему приходится объяснять. И для этого ее должен понимать сам руководитель. И для этого ему нужно, в общем-то, иметь рекомендацию человека, на которого можно положиться. Хирургия, Дмитрий, это командный вид спорта. И здесь действительно каждый спортсмен, каждый руководитель должен подобрать команду. Я должен понимать, что я пойду в операционную на 6 часов, и в отделении все будет хорошо. Та команда, которая работает сейчас, она в основном вами сформирована или... Нет. Нет, это были до вас еще. Были до меня. Есть люди новые, из которых я формирую ту команду, с которой мне комфортно работать. Есть те люди, которые из старой команды. Но, к сожалению, формально мне приходится работать, но с ними приходится, в общем-то, тоже. На сайте указано, на сайте РЖД медицины указаны ваши коллеги и подчиненные, которые, ну, некоторым образом старше вас. Как вам удается работать с врачами более возрастными? В этом, когда я пришел, в этом была определенная проблема. В этом определенная проблема, конечно, доктору, который имеет 50-летний стаж или 30-летний стаж, или даже 20-летний стаж работы, например, в кардиохирургии, в сосудистой хирургии, да просто вообще в этом учреждении, конечно, с ним тяжело выстроить диалог сразу. Приходится некоторые, скажем так, применять, ну, в общем-то, не то что ухищрения, но некоторые идти на какие-то уступки, некоторые идти налаживать диалог. Налаживать диалог, может быть, даже, да, молодого сотрудника, но который выступает все-таки в роли организатора. И, в общем-то, постепенно выстраивать этот диалог, я же тоже не могу сказать, что все идеально, правда ведь? Это действительно будет неправда, если я скажу, что все идеально, у меня идеальные взаимоотношения. Нет, но каждый сотрудник будет требовать определенного подхода. Есть, кстати, мануалы на эту тему, по-моему, это Клинет Беншер, админутный менеджер, который как раз и говорит о том, что на каждому сотруднику действительно нужен свой подход, и нужно ставить каждому сотруднику конкретные свои задачи. И когда как раз он на этом фоне и работает, ну, это, слушайте, это целая... Понятно, вот вопрос, каратенечко. В нашем интервью, которое нам дала Мария Анатольевна Лысенко, с огромной благодарностью главному врачу 52-й клиники, она сказала, что, к примеру, ее двери для всех сотрудников всегда открыты. Это конкретный инструмент, которым мы можем поделиться с нашими зрителями. Или к ней могут в любой момент прийти в курилку, условно говоря, пообщаться, задать любой вопрос, предложить какое-нибудь нововведение, что-то предложить в принципе. Как вы работаете со своими сотрудниками? Как заведующее отделением такое важное почетное направление работает, выстраивает свою политику? Тоже, значит, и куарные беседы, и как методика открытых дверей, предложение, она, естественно, работает, она имеет право на существование. Есть целое направление я этой деятельности, и я прошу прощения, просто я не могу их одним словом описать, потому что я сам продолжаю учиться в этом направлении. В РЖД есть целая система обучения кадровых специалистов, специалистов, которые работают рядовыми врачами, но хотят стать, например, главными врачами, ночмедами или заведующими отделениями. И, соответственно, уже действующие главные врачи, главные специалисты или заведующие отделения, которые, собственно, таким образом нарабатывают навык. И мы таким образом действительно учимся, мы проводим тренинги по работе и с персоналом, по планированию, по работе с различными темами. То есть это действительно направление. И это только то, что, ну не то, что обязательно здесь, скажем так, мне интересно этим заниматься. Что у вас работает? Бух, я вам не скажу даже. Я думаю, это комплексный, приходится каждый раз подбирать, а иногда изобретать что-то новое. Не скажу, потому что это просто, я не могу это вербализировать. Для меня это сложнее, чем поговорить про какие-то медицинские вопросы. А вот, кстати, скажите, пожалуйста, Николай, вы больше врач или больше функционер, руководитель? В нашей стране и в наших условиях, в тех условиях, в которых мы работаем, мы не можем разделить в понятии заведующий отделением отдельно врача, такого ментора, старшего врача, который всегда может прийти на помощь, который может подстраховать и вытащить тебя, ну извините, того врача, который попал в какой-то лути, это из любой там, да, помочь ему, то есть быть таким ведущим. И от менеджера, который не должен вникать вообще в лечебный процесс, который заведующее отделение в это в себе объединяет в нашей реальности. Вот если почувствовать, если взять не тот набор функционала, который вы сейчас реализуете, а вот внутри вы кто? Внутри, скорее всего, я больше хирург. Вы хирург? Я хирург, да, потому что, но еще раз говорю, за столько все-таки лет, я считаю, работы, во мне эти понятия перемешались, во мне эти понятия очень четко перемешались, поэтому я, не то что перемешались, но я, конечно, когда я в операционной, я только хирург, и я больше ни о чем не думаю вообще, там хоть потолок рухнет. Смотрите, вы закончили РУДН в седьмом году, вот чтобы я не считал, сколько вам лет сейчас? 38. 38, молодой врач. Ну, считается молодой врач. До 35 считается молодой врач. Правда? Ну хорошо, мы перескочили. А вот вы работаете в РЖД медицине, частном лечебном учреждении, учреждении здравоохранения, а никогда не было желания работать в государственной клинике, вернуться в государственную клинику? Не было предложений адекватных, это, во-первых, ну, то есть не то, чтобы я прям такой противник категорически переходов, нет, я считаю, что в нашей жизни все может происходить, а так получилось, что у меня сначала был опыт негативный в системе Горздрава, и, может быть, здесь остался такой немножечко блок, что не стоит туда дальше возвращаться. А давайте попробуем сравнить частное учреждение и государственная клиника. Можно говорить исключительно о плюсах. Вот здесь плюсы такие, здесь, чтобы не говорить о минусах. Ох, хорошая задача, интересная. Я думаю, что и там, и там есть плюсы, безусловно. Ну, в государственной медицине, наверное, есть огромный плюс, что все-таки там есть, мне кажется, достаточно большой поток пациентов. То есть там нет такого, с чем связана любая частная клиника, которая должна все-таки себе поток пациентов нарабатывать самостоятельно. Но и этот плюс тоже, даже государственные клиники, они озадачены грамотным маркетингом, они грамотной информированностью населения, тоже задачи такие стоят. Они не невыполнимые, они вполне выполнимые, они реализуемые. Это, наверное, такой первый плюс-минус. Но вы всегда, понимаете, в одном будет плюс, в другом, значит, будет минус. Так не бывает, что... Мы с вами говорим о плюсах. Вот здесь... В частной клинике в чем преимущество? Все-таки, что ты не имеешь такой огромной загрузки, ты имеешь все-таки больший ресурс времени, больший ресурс человеческий, больший ресурс по выбору и свободу, наверное, действий. Все-таки в частной структуре здравоохранения мы, конечно, всегда, любой врач, он связан с действующими нормативными актами по оказанию медицинской помощи. И я не могу, наверное, сказать, что в городской среде врач будет сильно связан. Наверное, тоже будет ошибка. Но определенные свободы у нас в частной медицине, наверное, присутствуют. Вот тоже, а хорошо в городе, что они отсутствуют. Наверное, такой очень непростой вопрос. Вот прям на него совсем темно. Ну хорошо, за что вы держитесь здесь в РЖД медицины? Что особенно вам дает сил для профессионального развития? Хороший вопрос. Я думаю, что сил для профессионального развития, как раз именно возможность профессионального развития мне дает дальнейшие силы для движения дальше. Я думаю, вот так вот. Вот что именно здесь настолько мотивирует вас? настолько мотивирует у меня мотивирует возможность действительно развиваться мотивирует возможности двигаться вперед ну давайте вот возможно двигаться вперед это как бы ни о чем фраза почему все движемся вперед всегда не всегда всегда мы движемся вперед даже когда мы движемся на место конечно конечно вот вы сказали есть возможность обучения то что делает ржд что еще мы имеем возможность внедрять новые технологии такие мы посещаем конференции мы проводим соответственно мастер-классы мы соответственно проводим обучающие семинары мы проводим новые методики которые начинают публиковаться или просто ну по крайне это внутри корпоративного это скажем 3 отделением 3 нашего центра на то что поддерживается без безусловно учредить и здесь есть определенные скажем так возможности наверное все таки по 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 ширине применения своих знаний например я имею в работе опыт общего хирурга я могу применять здесь все-таки работы по каким-то там броневым дефектом еще раз говорю я не скажу что этого нет в городе понимаете все что все что здесь мы можем мы можем может быть как-то как-то в общем-то сравнивать и там и там есть свои какие-то может быть плюсы есть недочеты может быть в городе больше какой-то вот именно дисциплины хотя она здесь но смотрите вот видите вы вы начинаете здесь немножко теряться потому что я и просил плюсы допустим я предполагаю что здесь это проще гибче быстрее взаимней возможно возможно хорошо ваша ваша основная аудитория пациентов это сотрудники ржедэта нет нет то есть вы открыты мы открыты для всех этой страховые компании и по омс и то есть просто жители и местные мы имеем определенное ограничение по приему местности есть определенный лимит вот и мы просто пациенты которые приходят на консультацию мы им это объясняем наверное три основных момента которые мне помогают здесь держаться первый момент это действительно гибкость и возможность менять какие-то какие-то решения достаточно оперативно второй момент кстати очень важный то что все таки я здесь именно занимаюсь организационной работой это доступно не везде будет я это прекрасно понимаю и третий момент что достаточно хорошая качественно материально-техническая база за которую вот конкретно именно ржедомедицина держится очень серьезно как ну прекрасно прекрасно три момента три основных которые я наверно уже сказать но при этом при всем мы уже упомянули об этом в общем-то спектр услуг который указывает оказывает ржедомедицина по крайней мере ваша ваше здание вот это как правильное отделение она примерно равнозначно любой другой государственной клинике по да по перри по нашим по нашему направлению абсолютно за некоторым исключением вы сказали через за каких-то пациентов вы не берете пациенты с который требует открытой кардиохирургической операции понятно при этом при всем это я опять же прочту из справки на базе учреждения мы имеем ввиду ржд медицина работают 8 кафедр ведущих вузов страны рман мо сеченовский университет кстати недавно снимали там рудн мгмсу имени евдокимова вот такие вот научные и образовательные происходит действие николай выгорание эмоциональное выгорание вы в общем-то это у нас было и заявлено и вы только что упомянули что вы выгорели когда сразу после аспирантуры пошли в городскую клинику скорую помощь экстремную медицину поделитесь пожалуйста сейчас после к вида в связи с большим количеством изменений баллы смена зарплатных ожиданий после после пандемийная ситуация попытка врачей переезжать из региона в регионы и так далее очень многие чувствуют себя или могут почувствовать себя неудел на что что в общем-то брошенными что в общем-то и равнозначно выгорание эмоционального расскажите пожалуйста что это такое как с этим бороться как нас на базе выгорания стать большим профессионалом на базе выгорания стать большим специально профессионально практически невозможно к сожалению чувство опустошенности как используйте как использовать давайте так выгорание это состояние при котором специалист дальше не способен не только двигаться и развиваться и он не способен выполнять свои ежедневные функции он адекватно своему функционалу и он начинает переходить фазу необратимых нарушений именно это здесь уже из может быть какой-то эмоциональной составляющей он начинает переходить составляющую проблемы со здоровьем состояние эти психиатрические заболевания интересная точка зрения я в я можно по себе естественно у меня любого человека периодически бывает подобное национального выгорания знаете я отношусь к этому как как и так вот как только мне становится плохо ситуация ничего не хочу ничего не могу дойти-ка я лягу ноги выше головы и так далее я понимаю что у меня это займет какое-то время я к этому готовлюсь я спокоен в этот момент внутренне я сам себе говорю о том что это тот этап благодаря которому у меня что-то новое в жизни появится поздравляю дмитрий вы отлично умеете бороться с проблемами национального города живу я как творческий человек живу абсолютно нормально вы как творческий человек действительно вы должны с этим жить и вы должны с этим иметь бороться ну как если вы не боретесь вы просто в какой-то момент потеряетесь из специальности вот видите по полной консультации к врачу я так понимаю как раз на этом кресле сидят ваш пациент абсолютно ведь ведь как намоленное место пациентской и так как как и бороться вот и я возвращаюсь к тому что она имеет ряд стадии и проблемам с эмоциональным выгоранием я вот заранее могу сказать что давайте сейчас поговорим не о том как как она как с ним бороться потому что для этого существуют целые тренинги и целые прям направление ими занимаются психологи и психиатры и здесь моя задача как руководителя попытаться вовремя уследить сотрудника этот симптом и попытаться снизить его нагрузку чтобы действительно у него была возможность как минимум лечь и полежать и подумать что-то не так в жизни скажем так в такой достаточно наши безумные особенно в медицинской мы лишены этой возможности часто бываем у вас произошла неудача в операционной у вас произошла жалоба от пациента неважно причем вы там виновата в ней не виновата мне то есть здесь можно разбираться а вас обвиняют там не дай бог сейчас мы тоже я думаю затронем эту тему потом с пациентским экстремизмом случаев очень достаточно много да и просто медицина да как один из авторов сказал медицина по точности наука 2 после богословия вот а мы иденти работаем и мы должны гарантировать какой-то результат а как его гарантировать моего должны вот мы этим занимаемся и то есть понимаете да насколько уровень риска для врача для его работы он высок возрастает достаточно непомерно после на этом что это понимаю я и все если медики то да все зрители просто и просто мы должны еще говорить о том что в этот синдром эмоционального выговорения важно различить и руководителю у своих подчиненных и человеку внутри себя давайте мы сделаем так мы ограничимся с время этого рассказа ровно до трех минут вы сможете за три минуты раз конечно я смогу рассказать вот о чем во первых почему это важно я думаю что тоже всем это понятно но мы год в той теме который мы с вами озвучили мы говорили про социальные аспекты потому что многие врачи и вообще люди они могут бороться с этим по-своему они могут во первых они страдают и страдают их не только профессиональной жизни личная страдает жизнь эмоциональная жизнь страдает и клубок замыкается и человек в состоянии такого эмоционального выгорания он может годами существовать годами ходить на работу и мы прекрасно понимаем что такой человек не способен оказывать качественную медицинскую помощь просто не способен он проф деформирован а этого допускать никак нельзя а у нас допустим например только сейчас появляется понятие о том что должен быть какие-то кабинеты психологической разгрузки что должны работать психологи с врачами в принципе да вот просто вот ну не знаю вот выходите на работу репортажи снимать у вас должны посмотреть и спросить вообще дмитрий а у все хорошо там расскажите цветочки видели сегодня приятие а вы должны все это рассказать то есть никто что должны а вы вот это это вовремя надо распознать понятно что люди будут там сопротивляться и кроме и на это тоже найдутся какие-то ухищрения или какие-то там бюрократические вопросы но этого нет к от слова совсем я объединился вы сторонник чтобы в российских клиниках московских клиниках появились кабинеты психологической разгрузки сторонник но к сожалению здесь тоже аккуратный очень момент почему потому что психологи так в таком случае я сталкивался я разговаривал с некоторыми психологами которые имели опыт работы в такой среде они начинают работать на работодателя то есть они начинают мониторить среду в коллективе для того чтобы ей управлять качестве все психологи на это согласятся те кто согласятся нехороший не очень хороший псих но все давайте мы все вернемся позиции минуты давайте подумаем как позитивно как можем как можем бороться с синдромом эмоционального выгорания обязательно следить за режимом труд и отдых обязательно следить за решимом сна обязательно следить за качественным питанием обязательно следить контролировать себя свой уровень эмоционального состояния нет ли вспышек и мотивированного гнева опять-таки все эти поводы все эти все эти вспышки они являются поводом обращения за за помощью многие обращаются там психологом как я считаю что очень правильно ничего стыдиться этого не надо некоторые некоторым помогает нам не знаю рыбалка вот у меня есть один очень хороший друг товарищ но он скажем так у него на мой взгляд у него очень серьезная такая скажем так броня психологическом вот если пробивает он мне может позвонить например среди рабочей недели я взял выходной я на рыбалке эти вы вы позволяете такие нет это не может подчиненный это мой коллега это мой коллега не у него не мой подчиненный если мне врач или персонал говорит я возьму выходной я говорю да лучше возьми выходной иди и отдохни давай мы сейчас переключим твою нагрузку на кого-то другого да и это нужно это нужно делать умеете сам себе это нужно делать уметь игру окружающим но для этого конечно надо следить за за нагрузкой это очень важно мне кажется это основной момент бывает к сожалению когда и синдром эмоционального угорания связан наоборот с чем-то другим там не знаю с неурядицами в семье или ну в таком случае наоборот человек как раз может найти утешение в работе здесь может быть действительно поговорить с человеком что происходит а давай-ка ты работой займешься на дорогой домашних проблемах которые ты решить не можешь позаботиться всевышний вот ну то есть так вот можно до положить работа тебе нужно работать и нужно так пойдем и работать сейчас мы тебя полечим твои эмоционального горами ну вот как то так я я еще раз говорю я к сожалению не специалист в этом вопросе а моя задача как врача как специалиста и как человека за которым стоят сотрудники во время такие проблемы распознавать а много сотрудников у вас двадцать лишним человек двадцать двадцать врачи имеется и врачи медсестры и из-за и машины персонал мир специала хорошо прекрасного заявленная ваша тема как найти своего врача пациенту расскажите нам мне как пациенту это особенно интересно а врачам я думаю будет это интересно потому что лечить приятнее будет я я думаю что я думаю что здесь в настоящее время как это все обустроено как пациент ищет своего врача он идет в поликлинику что называется наобум если проблема такая которая очень популярна запаховая грыжа у человека случилось он идет к хирургу ну и скорее всего получится на эту помощь куда направили если все таки он хочет попасть ну к человеку который не будет это делать не впервые и все-таки даже может быть там может быть в частную медицину обратиться он все-таки спросит у кого-то из своих знакомых там иван иванович делали там грыжу давайте-ка узнаем как у него это дело обстоят он скажет тут я был у врача и мне все понравилось контакты дашь до контакты дам пожалуйста вот обращать вот как врач принимает он там идет прием там ты там здравствуйте мне вот порекомендовали сарафанное радио работает и действительно это это хорошо и это правильно то есть но если так часто бывает что человеку негде найти информацию о своем заболевании или заболевание такое которым не слишком хочется делиться так тоже бывает и пациент любой имеет право скрывать можно обратиться в социальные сети социальные сети обычно сейчас несмотря на то что многие из них уже потихонечку закрываются там да или еще не начали работать в нашей стране но тем не менее можно и нужно погодите все развивать эти вот все таки я думаю что общий контекст все-таки в другом потому что если у тебя какая-то экстренная операция тут уже не до выбора наверняка да если у тебя такие промежуточные как ты правильно называется ну проверку не проверочный как правилство сказать профилактический профилактический да если у тебя какие-то профилактические потребности то вероятно есть время на то, что выбрать врача. Все-таки вы тоже считаете, как многие другие врачи, что пришло время персонификации врача. Я не очень понимаю, что такое персонификация врача. Ну, когда пациент идет к конкретному врачу, потому что у нас же все-таки пока еще медицина все-таки государственная. Медицина есть и государственная. Как это будет? Это очень отдельная тема разговора. Будет ли она только государственная или она сейчас очень оказывается на частное, а в частное русло. Персонифицировать государственную медицину, мне кажется, будет категорически тяжело, а скорее невозможно. И, мне кажется, государственная медицина не будет идти по линии персонификации. Хотя личные связи с врачом, который, особенно для каких-то, не мегаполиса, там имеет огромный смысл. Широкую аудиторию пациентов. Мы имеем в виду, да? Широкая аудитория будет лишена этого выбора. Да, наверняка. Хотя ты всегда можешь выбрать, там, из трех-четырех специалистов... Теоретически, да. ...кому прийти на прием. Теоретически, да. Но если специалист хороший, значит, у меня просто будет забить прием весь на два месяца. То есть вы рекомендуете любому пациенту, во-первых, выбирать для себя специалиста, а любому специалисту делать в этом направлении что-то? Одна очень грамотная врач, которая, к сожалению, сейчас уже нет на этом свете. Она говорила такую поговорку. Незнакомому врачу не носи свою мочу. Кто знает, что он с ней сделает. Да, и что он там найдет. Ну вот, при этом, при всем, у вас ВКонтакте, по крайней мере, это я сейчас рассказываю для наших зрителей, очень интересны и Яндекс.Дзен, и Телеграм, очень интересные каналы, где вы открываете не только про себя что-то, не только про свои будние рабочие или выходные, а вы рассказываете о каких-то врачебных находках, насколько я понимаю. И у вас есть замечательная фраза, которую я нигде больше не видел, не блог, пишет Николай Эталов. Скажите, как вы относитесь к леченому бренду? Ну, это то, что сейчас это необходимость. Хорошо. Почему вы ведете свою страницу? Я веду ее для того, чтобы люди, во-первых, она стартовала для того, чтобы люди, чтобы пациенты могли заранее найти какие-то ответы на вопросы, которые их тревожат. Это во-первых. Во-вторых, как правило, они это не будут читать, ну, потому что все-таки огромный объем информации, который там висит, его тяжело переработать. Но какие-то, может быть, выдержки он для себя найдет, пациент. И, в-третьих, если какие-то остаются вопросы, можно посмотреть, почитать и, в общем-то, ознакомиться с ними. Скажу так. Для меня это, вообще-то, такая проба, пера и немножечко такая санпросвет работа. Насколько она удачно, успешно, я вам сказать пока не могу. Я веду ее с определенной степенью регулярности достаточно недавно. И пока я еще не готов оценить, насколько это работает, насколько это получается. А какие вы результаты ждете? Чтобы быть узнаваемым, чтобы пациент мог легко меня найти и легко ко мне прийти за помощью. Вот все-таки я не зря на эту тему с вами рассуждаю. Слишком много в последнее время предложений, в принципе, для врача заняться своим личным брендом, маркетингом и так далее. Я как пациент опасаюсь этого, потому что тот, кто занимается личным брендом, не всегда занимается профессией. Потому что мне, даже мне, как творческому человеку, невозможно заниматься личным брендом, если этим занимаюсь я одновременно со своей работой. Мне тоже это дико, на самом деле, поначалу случилось. У меня один мой друг, который мне помогал стартовать с этим проектом, с личным брендом, и проект, я громко так назвал его, но он у меня такую шутку обронил. Он меня поддерживает, во-первых, это мой хороший очень товарищ и друг, и мы с ним даже учились в одном месте. Он сказал, что у тебя отношение от мусорного к страничкам в соцсетях поднялось до инструмента для работы. Понимаете, врач, который замечательно работает и держит свои навыки в тайне, это тоже неправильно. Он прекрасный хирург, он прекрасный терапевт, но при этом он никому не известен, смысл тогда его работы. Дело же не в этом. Дело в том, что профессиональные врачи делятся своими наработками на профессиональных сообществах, конференциях, встречах, неважно. И просто подумать о том, что миллионам рассказывать о каких-то своих нюансах, действительно очень сложно. Понятным языком. А тем более понятным языком. Скажем так, на конференциях и на встречах на различного образа научных собраниях, ну, скажем так, у меня мозг закипает, если это действительно стоящее собрание, которое мне интересно слушать. Как вы думаете, это все-таки тренд молодого поколения или это, в принципе, тренд медицины? Это тренд молодого поколения, которое будет делать нынешнюю медицину. Как ни крути. Причем сейчас, чем моложе специалист, самый молодой. Я сам даже подписался на одного из таких, и мне прям действительно очень интересно наблюдать, как человек, который еще не хирург, он только собирается стать хирургом. Как он сейчас идет к этому пути онлайн. Это реально очень здорово и интересно наблюдать. Вот видите, как это очень важно, потому что речь все-таки идет о том, чтобы потом доверить свое тело человеку. Все-таки доверить свое тело человеку. И представляете, этот человек, который несет за ваше здоровье ответственность, он при этом открыт для общения. Он открытся в сетях. Дай бог, я надеюсь, что в результате у нас не окажется, что все молодое поколение врачей будет только заниматься, чтобы создавать свой личный бренд или нести даже очень санпросветительскую функцию, как вы сказали. И главное, чтобы это не было в ущерб работе. Тот самый вопрос, который мы вам хотели задать. Вот вы молодой врач, как на вас реагируют пациенты? Наверняка приходят бабушки, у которых свои ожидания к врачам. Не было такого, что, мол, типа дайте мне врача постарше до полной. Давайте я расскажу случай сначала. Во-первых, я считаю, что 38 лет – это не молодой врач. Я уже говорил, что молодые хирурги – это 30-35, но это хирурги, это люди, которые уже оперируют. И вопрос здесь не в его возрасте. Он может быть в 60 лет, но ничего не оперировать, не уметь делать. К нам приходят курсанты в 60 лет, которых мы обучаем. Ничего в этом такого сверхъестественного нет. И при этом у меня полно молодых активных людей, которые знают и умеют, может быть, местами по каким-то отдельным вопросам больше, чем я. У нас на Волоколамском шоссе заведует отделением врач, который младше меня, но который на этапе написания кандидатской диссертации проводил по своей теме мастер-класс. По-моему, это очень круто. У меня был случай, как раз тоже, когда я работал еще на Волоколамке. К нам поступила женщина, причем это не бабушка, обычная женщина, там, средних лет, там, 50-м, условно говоря, лет. И так получилось, что в отделении, ну, не так получилось, но в отделении мы работали командой из трех человек. Я как заведующий, два врача. Один врач старше меня на год, и один врач младше меня на 5 лет. И когда, соответственно, врач принимает пациента, ну, а там такой высокий, действительно молодой человек, вот, он объясняет, что вот ваше заболевание, я ваш лечащий врач, ваше заболевание, вам предстоит вот такая-то операция, причем не какая-то там, знаете, там, не пересадка сердца, достаточно обычная, по-моему, флебологическая процедура пациентке предстояла. Она спросила, скажите, пожалуйста, у вас, значит, все такие молодые врачи? Он говорит, да, у нас все такие молодые врачи. Она сказала, хорошо, а заведующий у вас есть? Она говорит, да, есть, но он младше меня на год. Пациентка не стала больше задавать вопросов, она собрала вещи и уехала. Вот, но с тех пор я такую проблему не встречал, если честно. Ну, кстати, наоборот, многие говорят, что да, хорошо, что молодые люди приходят. Здесь очень важно наладить контакт с пациентом с первых моментов общения. И здесь не должно быть никаких заискивающих, ну, это, наверное, пособие молодым врачам. Есть целая методика, как работать с пациентом так, чтобы он чувствовал себя комфортно, так, чтобы он чувствовал доверие к своему врачу, начиная с первых моментов общения. Это, еще раз говорю, это технически достигается, как у психиатров. Знаете, кто первый надел халат, тут и врач. Я не знаю, возьмем мы это или нет, но я готов поспорить просто потому, что в идеале картина все время так и выглядит. Вот есть технологии, но технологии нужны тем, кому они помогут просто усилить свое профессиональное присутствие. В большинстве случаев, по многим другим сферам я замечаю, берут вот технологии, но в этот момент теряют все, что связано с профессией, к сожалению. Если нету той самой школы и воспитания, и традиций, и скреп каких-то, на которых стоит специалист, то, в общем-то, это всегда только во вред. То есть мы понимаем, что в этот момент профессиональный акцент человека, который это сделал, который это предложил, который это утвердил и который это выпустил, профессиональный акцент был совсем на другом, как минимум. Вот, поэтому, к сожалению, не всегда, не всегда. Расскажите про молодых врачей, чего они сейчас хотят? Денег и слава. Значит, смотрите по поводу молодых врачей и какую ошибку я получил, обучаясь у врачей опытных и пожилых. Значит, история такая. Значит, я работал уже в ординатуре, у нас было отделение хирургическое, и так получилось, что в том отделении, где я работал, там не было лапароскопических операций. Все почему? Потому что там были возрастные хирурги, они блестяще оперирули открытые большие операции. С большими разрезами, прекрасно все, или с небольшими разрезами, тоже в общем-то, все технологично, прекрасно. Не могли они научиться лапароскопии. Просто не могли. У них это не укладывалось в голове, им было тяжело. И вот так, до того момента, пока их не проводили на пенсию, они это не... И обучаясь вместе с ними, я вместе с ними пытался познать эту технологию лапароскопии. В итоге, ну, я никоим образом не виню этих учителей. Если бы я хотел и должен был научиться лапароскопии, значит, я должен был брать и учиться этой лапароскопии. Но суть такова, что когда молодой человек, молодые доктора видят, что лапароскопия – это широкая возможность, это отличный инструмент для достижения отличных целей при постановке задач, для помощи пациентам, для реализации различных, в общем-то, идей и преодоления технических сложностей, это уже другой разговор. И уже такому врачу это действительно у него, он по-другому на это смотрит, молодым взглядом. Вот, и поэтому все-таки молодые, и вот вы говорите, технология. Технология, она не должна ложиться на сырой землю, она должна ложиться на материал. А материал есть, извините, это всегда врач, который подготовлен в институте, который подготовлен на кафедре после ординатуры. То есть мы не работаем, я не могу взять человека с улицы, прокрутить его, как вы сказали, через вот эту вот, значит, обучалку по, значит, работе с пациентом, медсестру можно, санитарку можно, младший и средний медперсонал, и это отлично. И это будет так же работать, как работает, например, ну, я небольшой специалист, к сожалению, не стажировался, там где-то в Америке, но тем не менее, так, собирая информацию по каким-то публицистикам, там, не знаю, изданиям или со знакомых, там очень много на себя функцию берет медсестра, потому что у нее есть определенный набор вопросов, которые она должна задавать. А это средний медперсонал, как ни крути. Вот. И я о чем хотел сказать? Когда мы сейчас говорим про такой вот, скажем так, наработку опыта приема и формирования доверительной атмосферы, мы говорим именно про, в общем-то, работу с врачами, которые уже имеют определенный базис в знаниях, которые прошли подготовки по парпедевтике, по терапии, по общей хирургии, которые знают, с чего начинать нужно банальный осмотр. И этого не будет вот именно вот этой вот, как бы, скажем так, ну, как он сказал, Бонни и Клайд, да, на Первом канале. Так что же нужно молодым врачам? Молодым врачам, молодые врачи, вообще врачи, который молодой человек, который приходит в медицину, он требует удовлетворения своих амбиций. Ну, в таком психологическом смысле. У него есть амбиции, у него есть амбиции Бога, понимаете, он хочет вот чего-то достичь такого, чего не достиг никто. В медицину действительно идут, конечно, вот такие, можно сказать, безбашенный немножечко народ. В любом смысле безбашенный. Даже те, кто знают, на что они идут, и те, кто не знают, на что они идут. Те, кто не знают, просто быстро понимают, что они попали не туда, и их отбрасывают. Те, кто знали, они становятся в упряжку и начинают идти к своей цели. Ну, кто, в зависимости, кто, что желает, кто чему хочет учиться. Как сейчас, тех, которых я вижу, вот я анкетирование специально собираю, молодых докторов, которые приходят обучаться в ординатуре у нас в отделении, все хотят, как я и сказал, учиться, оперировать, пока никто еще не знает, зачем это нужно, и как они дальше будут это применять, и где они будут применять. И я также, когда пришел в ординатуру, я не знал, зачем мне это нужно, и что я буду дальше делать. У меня не было плана. Конкретно плана, что я буду работать вот здесь, вот так вот и так. Нет, плана не было. И вот я не видел пока, точнее, видел единицы врачей, которые четко бы имели какой-то план. Молодых именно людей. Вот, и поэтому, ну, отчасти моя задача, вот, может быть, и здесь с молодыми людьми тоже работать, им объяснять, что же они хотят, что же они делают. Есть те, которые четко хотят. Это прям, я их прям обожаю, потому что, когда человек четко хочет, знает, что он хочет, четко знает, что он будет делать, ну, его прям, его видно, он прям движется вперед, движется к цели. Ему только можно помогать. Хорошо, баллы НМО, нынешняя периодическая аккредитация врачей, которые периодически добавляются новыми законодательными актами или приказами. Вот мы вам, шоколадочка Муир. Николай Алексеевич, вы говорили, что вы также проходили один из курсов Муир, что это было такое, какие у вас впечатления? Да, действительно, я подписан на несколько, ну, в любом случае мы, как все, наверное, получаем рассылки, получаем рекламные какие-то продукты, и в том числе от Муир. Это был интереснейший, кстати, курс обучения по правовым, медицинским вопросам проводил судебно-медицинский эксперт из Питера. Ради бога, извините, да просят меня и зрители, и слушатели. Я запамятовал его фамилию, имя, отчество, хотя только недавно пересматривал наш видеокурс с ним. Прекрасная была лекция, прекрасное было занятие. У меня, естественно, записано, как его зовут, все контактные данные. Я сохранил, это было полтора года назад. Нет, год назад. Год назад. И действительно, я с пользой провел время, несмотря на то, что, да, это платный был курс, я его плачивал самостоятельно. Я считаю, что это, ну, действительно, стоящее время, которое я потратил, прекрасное. Ну, действительно, это было сопровождать на получение каких-то электронных баллов. Вот, причем на тот момент, что-то я на это дело, про них совершенно забыл. Настолько были увлечены контентом. Да, да, действительно, контент был самый правильный, отличный. И прямо вот я видел, что многие доктора, кто пришли на это мероприятие, они прямо вот пришли специально на этого лектора. И это много таких, к сожалению, много, мягко говоря. Ну, вы знаете, совсем бесполезных и неправильных я бы не сказал, что их прямо вот много, и это все ерунда полная. Нет, они заставляют действительно быть в теме, они заставляют поднимать периодически темы, которыми ты часто на практике не встречаешься. Ничего в этом такого сверхъестественного нет. Я думаю, что система обкатается, но будет работать. Сказать, что она прям прекрасная и замечательная. Вы сейчас конкретно про систему периодической аккредитации. Сказать, что она прям прекрасная и замечательная. Я не готов, потому что аккредитация по одной специальности не предстоит только летом. Я сейчас прям узнаю, какая она правильная и замечательная, я чувствую. Вот. Сказать, что она прямо категорически неправильная и ненужная, тоже, наверное, не очень важно. важно не очень не очень верно значит в чем была основная проблема того тех тех правил которые были да вот например я как заведующий мне важно и не интересно периодически посещать там конференции какие-то мастер-классы я там ездил и в европу для обучения но так делают не все и так я встречался многими врачам которые горит зачем я и прекрасно здесь буду этим заниматься очень нужно будет вот мне приедут такие же как ты и расскажет но это тоже неправильно и они при этом при прекрасном приходили проходили раз пять лет цикл переаккредитации этой получали сертификаты продолжали работать прекрасно очень приятно я просто напомню что для наших зрителей что муир это не только наш прекрасный медиаканал который мы пытаемся разговаривать на разные врачебные темы но и целый спектр различных семинаров курсов которые необходимы врачам которые сделаны не только под ваш запрос не только четко конкретно но и с максимальным доведением от момента обращения от момента возникновения потребности до регистрации ваших документов во всех необходимых реестрах это я вам ручаюсь николай спасибо вам за такие слова во первых во вторых приглашаю и вас и вас как раз в преддверии вашей аккредитации переаккредитации у нас есть достаточный набор разнообразных материалов которые помогают и раскладывать по полочкам как же все-таки получить аккредитацию или переаккредитацию максимально быстро конкретно и не потеряв ничего ни времени ни каких других ресурсов и так и у меня к вам последний вопрос наверное вы сказали что медицина приходит безбашенный во всех смыслах люди вы сказали что у молодых врачей есть главная цель сделать что-то чего никто не делал какая цель и что хотел сделать николай талов когда начинал свой карьерный карьерный путь врача и сейчас я вообще шел медицину я думал что буду судебным медиком или патологоанатомом я не думал что буду лечебником я на первом курсе познакомился во-первых познакомился с кафедрой оперативной хирургии потому что на тот момент мы проходили гораздо позже там на третьем курсе и так получилось что я познакомился с действующим хирургом который писал кандидатскую диссертацию по микрохирургии в общем не помню конкретно как у меня диссертация называлась хотя ну я там тогда не интересовался но он проводил острый эксперимент на крысах лабораторных и она заключалась в том числе формирование сосудистого шва это происходило в виварии с микроскопом так получилось что я еще на практику попал и летом в этот хирургический госпиталь в общем как все так завертелось что мне стало интересно заниматься именно клинической работой и в общем-то я стал дальше двигаться именно в этом направлении так что же хотел или хочет сделать такого что не сделал никто безбашенный доктор из к вашим с башеной доктор никоготов нет доктора уже безбашенный перестают быть студенты безбашенный хорошо что хочет или хотят что хочет сделать такого что не сделал никто профессиональный врач никоготов что я хочу сделать он тогда интересный вопрос вопрос как смысл жизни чего я хочу сделать наверное я хочу сделать медицину качественной и в общем-то правильной и для пациента и для врача чтобы пациент понимал что он хочет и что он получит а врач понимал зачем он это делает и он видел результат своей работы вот об этом все мы поговорили с николай алексеевичем таловым кандидата медицинских наук заведующим отделением сердечно-сосудистой хирургии частного учреждения здравоохранения цкб ржд медицина а вам до скорых